Привет, друзья, на связи Смарт Плюс. Если вас интересует данный смарт, то обязательно посмотрите данный видос. Пока в сети не появились куча рекламных и хвалебных обзоров, я расскажу вам правду и только ее. Сегодня получил данный смартфон. Вот я хочу поделиться с вами своими самыми первыми впечатлениями. Что вас ждет, когда вы его получите? Готовьтесь, будет интересно. Итак, вот такая коробочка бюджетная нас встречает. Очень похожа на Galaxy M20, который у меня был на обзоре. Но ведь стоп, я ведь отдал за него 300 баксов. Достав телефон я понял, что это самое бюджетное исполнение, что я только видел. Простая хлипкая коробка, в которой кабель USB-C, зарядник, судя по всему не с самой быстрой зарядкой, но это мы еще проверим, скрепка и все. А, ну есть еще в конверте краткое руководство. Ни чехла, ни пленки на экране нет. Напомню, что Galaxy A60 для китайского рынка, что был у меня на обзоре, имел в комплекте и чехол, и пленку на экране. А тут и комплект, и даже коробка, как у бюджетника за 100 баксов. Распечатав телефон и взяв руки, ко мне в голову сразу закрались смутные сомнения. Хм, а из чего же сделан корпус? Друзья, я еще не совсем уверен, но по-моему это пластик. Ребята, в телефоне за 300 долларов задняя крышка пластик. Ну что вам сказать, я пока не уверен, но по-моему это, мягко говоря, не очень. Да уж, искренне думал, что за эту цену будет стекло. Далее на первых настройках я задал свой отпечаток пальца. Он тут на задней спинке. И он, скажу вам в итоге, не самый шустрый, что я видел. Есть намного быстрее, опять-таки за его цену. Но жить в принципе можно. Что вам сказать про внешность? Выглядит спереди он симпатично. Рамки тонкие, все в тренде. А вот сзади он выглядит как пластик. Простой, мать его, белый пластик. Я заказал его в этом цвете в надежде, что он будет как Galaxy A50. С таким же красивым переливом. Но нет, тут вид попроще, что в помещении, что на улице. Так что, учитывая материалы и вид, можно и даже нужно присматривать чехол. Иначе добавятся еще и царапины. А еще, если понажимать местами, даже слышал незначительный скрип. А что будет со временем? Можно только гадать. Type-C динамик, наушники и микрофон у нас на нижнем торце. Сверху только второй микрофон. Пластиковые качельки чувствуют себя как дома на правой грани. И тут нас настигает лучик позитива в виде лотка под сим-карты. Куда можно поставить все и сразу. И две сим, и карту памяти, если кому-то важно. Когда я разбудил смарт, то у меня вылетела такая вот красивая анимация. Экран на целых 6,4 дюйма Full HD+, 20 к 9. То есть, одним пальцем опустить шторку нереально. Это у нас супер амолед. Капля сверху, на месте конечно же, и шим тоже есть. А DC димминга нет. И глаза уже говорят спасибо. Ну, в кавычках. В настройках можно включить фильтр синего цвета, ночной режим. И добавить ядренности, цветовой гамме, ну и так далее. Так, а что же там у нас с железом? Exynos 9611. Это почти такой же проц, как и в Galaxy A50, например. По идее, должен быть неплохим. Но, ребята, сразу же из коробки, при входе в плеймаркет, он иногда вот так лагает. А еще, если включать камеру, опускать шторку, тоже можно увидеть дерготню. Ну и как вам? На все 300 баксов гуляем же! Потом я включил одну из самых тяжелых игр, Танки, чтобы проверить все это в деле. Тут в Mali G72 MP3. Включил я, значит, максимальные настройки и ожидаемо сильно на них не поиграть. Хоть я ожидал худшего. Подлагивания есть, особенно в тяжелых сценах. Потому для нормальной игры нужны средние настройки. Потом уже посмотрим в других играх, но уже в полном обзоре. Хорошо, хоть что-то же должно меня порадовать. Ну, картинка разве что хорошая, достаточно большой диапазон яркости. А потом я решил послушать звук. Если коротко, то это уровень Xiaomi за 90 долларов. Звук не самый громкий, хотя терпимый. А вот объема нет. Подключил наушники, ждал тоже лажу, но чудо! Звук с приличным запасом громкости, хоть и не рекордным. Да и детализация звука тоже в норме. Тут все окей. Потом я, конечно же, решил включить камеру. У смартфона три модуля. Основной на 48, ширик на 8 Мп и вспомогательный для портретов. Тут заявленный 48 Мп я пофоткал, а потом скинув на ПК, обнаружил обычное разрешение в 12 Мп. И вот незадача. А как же его включить? Это маркетинг чистой воды или я просто не нашел? В целом при хорошем свете все нормально, но явно не 48 Мп. Ширик дает очень широкий угол и, конечно, также искажает по углам все это дело. Но и качество похуже. Бокежи в норме, ошибок немного. Фронталка 16 Мп и вроде как ничего. Тест съемки видео на основную камеру Galaxy M30s. Full HD 30 кадров, стабилизация есть. И вот такое у нас качество. В принципе, при хорошем освещении, как видите, очень даже неплохое. Так, ну что же, сейчас попробуем ширик. Переключаться во время съемки видео на ширик нельзя. Только отдельно включать, что я сейчас и сделал. В общем, угол захвата, конечно же, намного-намного больше. И также доступна стабилизация. Так, ребята, это уже у нас 4К. Я думаю, что стабилизации в данном режиме нет. Плохо сейчас видно. Солнце. Мне кажется, что только Full HD 30 кадров. 4К, кстати, тоже 30 кадров. Вот сейчас вы видите именно 4К. Ну и в хорошем освещении должно быть нормально. Но я заметил, что немножко прыгает автофокус. Если вы это тоже видите. Тест автофокуса. Ну, что с тобой, друг? Что с тобой, дружище? Есть. 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 Вот так, друзья, бывает. Немножко задумывается. Ну, в принципе, работает в основном нормально. Вот сейчас опять затупил. Вот смотрите. О, есть. Видимо, ему нужны контрастные объекты. Тогда все более-менее нормально. Ну-ка, раз. Два. Раз. Угу. Угу. В общем, ребята, выводы делайте. Видимо, сырое ПО еще. Но автофокус здесь не совсем в адеквате. Ну, что же, друзья, что хорошего в данном смартфоне? Во-первых, батареи 6000 мА. Я на практике еще не проверил, ведь только получил. В полном обзоре будет. Дальше у нас модуль NFC. А это на сегодня фитча must have. А вот что меня крайне не устраивает, это его цена. Ведь, по-моему, он явно не стоит своих денег. Коробка, как у бюджетника, за 100 долларов или даже меньше. Комплектация такая же. Корпус пластик и не самый красивый. Звук из динамика тоже не радует. Лаги из коробки так же. Камера типа 48 мегапикселей, которые я не нашел пока. Видеофокус тоже странный, вы видели. Ну, смотрите, друзья. Пока я крайне недоволен. Я буду искать плюсы, пробовать по-разному. Проверю автономность, связь, сработа NFC, камеру еще. И тогда выдам окончательный вердикт. Или он будет оправдан, или же получит звание самое дно за свои деньги, что я видел в последнее время. Все будет по-честному. Потому подписывайтесь, если еще не подписаны. А если вы уже подписчик, то спасибо вам за это. Увидимся совсем скоро. А я пока пошел тестировать это чудо дальше. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...